Адам Кадыров получил государственную премию по литературе за сочинение Нагиа. Вот и я не отстаю и сам себе присвоил медаль за самое кринжовое вступление. Кстати, новость про Кадырова выдуманная. Сатирическое издание «Панорама» выложило ее в октябре прошлого года. Но неделей позже Кадыров-джуниор получает орден парламента Чечни за вклад в культуру и искусство. И это его четвертый орден за один месяц. И все в 15 лет. И давайте вспомним, пожалуй, самый легендарный фейк, озвученный депутатом Госдумы Алексеем Журавлевым в эфире федерального канала. Взять Данию ту же, да? Вот у них что с мозгами? У них первый порно этот балаган открылся для зоофилов. Вы представляете, для зоофилов в Дании официально работает. Можно прийти там, не знаю, черепаху изнасиловать. Иностранным агентам запретят петь в караоке. НАТО пригласит в свой состав Республику Татарстан. А песню Моргенштерна «Я съел деда» внесли в список экстремистских материалов. Эти и другие несуществующие новости обсудим сегодня в специальном выпуске программы «Лицом к событию» о выдуманных историях, которые периодически становятся российской реальностью. К песне Моргенштерна, например, были претензии у Петербургской прокуратуры. В студии Иван Воронин и мой коллега Артем Радыгин о шутке, которые вышли из-под контроля. Какие выдуманные истории, новости стали правдой в нашем сюжете. Ребята на параде представляют военно-воздушные силы нашей армии. Это не шутка и не фейк. Это военный парад детсадовцев в Ейске в апреле 2023 года. Ровно за два года до него сатирическое информагентство «Панорама» пошутило про обязательные занятия по патриотизму в детских садах. А уже в ноябре 2022 года Министерство просвещения утвердило новую федеральную образовательную программу дошкольного воспитания с упором на патриотизм. Среди прочего, у детей от 6 до 7 лет положено «Воспитывать патриотические и интернациональные чувства, уважительное отношение к родине, представителям разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям, расширять представление детей о государственных праздниках и поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране, развивать чувство гордости за достижения страны в области спорта, науки и искусства, служения и верности интересам страны». Еще одна довоенная шуточная новость «Панорамы» устрашающе сбылась уже после объявления мобилизации. В ноябре 2021 года издание написало, что в России повысят призывной возраст до 30 лет. Представитель генштаба якобы объяснял это успехами в здравоохранении. «Настоящая причина – улучшение физического состояния населения и увеличение продолжительности жизни. Если раньше среднестатистический 27-летний гражданин имел хронические заболевания, то сейчас он находится в почти идеальной форме», – объясняет он. В декабре 2022 года, когда Россия уже почти 10 месяцев ввела полномасштабную войну с Украиной, министр обороны Сергей Шойгу предложил воплотить шутку «Панорамы» в жизнь. «Поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный повысить до 30 лет». Летом 2023 года депутаты Госдумы повысили призывной возраст до 30 лет, оставив нижнюю границу прежней. Таким образом, пророчество «Панорамы» сбылось в точности. Уже во время войны шуточные новости издания, особенно о призыве и мобилизации, заставляли россиян напрягаться. И не зря. В октябре 2022 года на сайте «Панорамы» вышли новости о рассылке повесток через мессенджер «Ватсап» и новом порядке обмена валюты для мужчин с 18 до 60 лет. Россияне вскоре могут начать получать повестки в виде сообщений в «Ватсап». В случае, если адресат прочитает сообщение и появятся две синие галочки, повестка будет считаться врученной под роспись. В рамках программы борьбы с уклонистами и поддержки частичной мобилизации с 15 октября Сбербанк вводит новый порядок обмена валют для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Теперь для осуществления транзакций потребуется предъявить справку из военкомата. Документ будет считаться действительным в течение 14 дней при наличии подписи военкома и печати. В апреле 2023-го и эти шутки стали практически былью. Госдума узаконила электронные повестки, которые теперь рассылают в личные кабинеты на госуслугах. Если она отправлена в личный кабинет, который у вас есть, значит, она считается уже врученной. А если я не зашел в личный кабинет? Это ваши проблемы. В смысле? А если у меня интернет нет, я в тайге. А если в тайге, то ничего страшного, вы же когда-то появитесь в интернете. Если в течение 20 дней не явиться в военкомат, уклонистам запретят водить машину, покупать или продавать недвижимость, а также оформлять кредиты. Иногда складывается впечатление, будто законодатели регулярно заходят на сайт Панорамы в поисках вдохновения. В августе 2021 года издание опубликовало шуточную новость. Якобы Совет по правам человека призвал убрать иностранное финансирование из условий присвоения статуса иноагента. В Совете по правам человека убеждены, что устранение препятствий к расширению реестра иноагентов не нарушает прав граждан, а, напротив, поможет их защитить. Власть обязана реагировать на критику и должна иметь для этого законные механизмы. Если эти механизмы будут слишком сложны, что останется? Только пуля, яд, подброс наркотиков. А это уже нарушение прав человека. В июне 2022 года Госдума приняла закон, который позволил присваивать статус иноагента без финансирования из-за рубежа. Каждая страна должна защищаться, если она думает о своем будущем. Мы о будущем думаем и решения принимаем исключительно в интересах граждан нашей страны, нашего государства. Поэтому, еще раз хочу подчеркнуть, тот, кто поет чужого голоса, получает за это деньги, должен понимать. Иностранный агент. Это самое демократичное, что в этих случаях принимают другие страны. Еще одно жуткое пророчество – признание ЛГБТ международной экстремистской организацией. Панорама пошутила об этом в феврале 2023 года. В федеральный реестр экстремистских и террористических организаций добавили ЛГБТ. Это означает, что все члены организации отныне пребывают вне закона на территории Российской Федерации и за ее пределами. Спустя всего полгода Верховный суд объявил экстремистским международное движение ЛГБТ. Хоть его и не существует. Решение суда в закрытии деятельности международного общественного движения ЛГБТ и его структурных подразделений подлежит немедленному исполнению. Дальше преследование ЛГБТК людей в России развернулось, как по писанному в той статье панорамы. В соответствии с процедурой правоохранительные органы должны в ближайшее время обеспечить ликвидацию региональных и общероссийских ячеек ЛГБТ. Лица, участвовавшие в функционировании экстремистского сообщества, должны будут рассказать следствию, кто и при каких обстоятельствах вовлек их в эту деятельность. Полиция начала устраивать облавы на гей-клубы и частные вечеринки. Силовики угрожают и бьют гостей, требуя сообщить имена других посетителей. Лицо в стене все повернулись, лицо сюда не скот! Лицо в стене! В стене скот! А тут черенесло! Все стену смотрим! Что вы меня увидите! Иногда реакция российских чиновников на шуточные новости бывает такой молниеносной, что кажется, будто только их они и читают. В 2023 году в Международный женский день в телеграм-канале с названием, похожим на Медуза, но на букву П, вышел такой пост. Все, кто получил на 8 марта голландские тюльпаны, будут признаны инагентами. А уже через 5 дней депутат Госдумы Олег Нилов обвинил мужчин, купивших голландские тюльпаны, в финансировании врагов России. Вот эти цветочки, которые наши мужчины в очередях там за любые деньги покупали, принесли вам, порадовали. Знаете, куда денежки-то пошли в большинстве от этих 6 миллиардов долларов денег наших мужчин за эти цветочки? Утекли в Голландию, куда Голландия направляет эти деньги и призывает всю остальную вот эту банду на снаряды ВСУ? Ну что, мы не можем вырастить свои тюльпаны и розы? Спасибо. В том, как получилось, что Россия повторяет выдуманные шутки, нам помогут разобраться политолог Наталья Шевшукова и журналист Сергей Ковальченко. Наталья, здравствуйте. Давайте сперва к вам обратимся. Как мы видим из нашего сюжета, сатирическое издание «Панорама» становится своего рода пророком. Но что пугает, если раньше шутки становились реальностью спустя несколько лет, то вот теперь новый рекорд с этими тюльпанами 5 дней, как упоминал в сюжете наш корреспондент. Как вы думаете, здесь срабатывает фактор, скажем так, предсказуемости персоналистских авторитарных режимов? Мол, мы это уже проходили и можем предположить, что будет дальше. Или, как в случае с депутатом Ниловым, фактор медиашума, который потом в таком странном и переработанном виде всплывает в памяти? Мне кажется, и то, и другое. Счетом того, что сейчас у нас очень развита информационная среда, и депутаты, их помощники, и те, кто составляет дайджест, очевидно, читают новости, самые яркие, бестолковые и привлекающие внимание заголовки, как правило, попадают в эти обзоры, и депутаты, естественно, обращают на них внимание. Поэтому не стоит исключать от того, что они действительно повторяют то, что они услышали раньше в анекдоте. Это как немножко раньше было, что утром где-то там, а вечером в куплете. А у нас наоборот. С утра в куплете, а вечером в парламенте. Наш корреспондент сегодня шутил за кадром, что утром в панораме, вечером в госпрограмме. Да, это очень подходит. Да, совершенно верно. И второе, то, что такие вещи, как правило, то, что у нас очень много таких дурацких прогнозов забывается, и мы на них обращаем внимание, просто информационная среда стала очень плотной, и те глупости, на которые раньше просто не обратили бы внимания, сейчас мгновенно становятся достоянием общественности, может быть, даже вне зависимости от того, кто на эту тему пошутил или нет. И, конечно, авторитарные режимы, которые находятся в состоянии такого кризиса и стабилизации, и такого упадка, они очень друг на друга похожи. Мы сейчас находимся примерно в брежневской эпохе. Я понимаю, что мы находимся в гораздо более страшной ситуации, скорее даже в сталинской, но с точки зрения абсурда это, несомненно, брежневская эпоха. Я думаю, что и тогда никто не знал, никто не мог точно сказать, появился ли анекдот про то, что Брежнев прочитал вот эти самые, про кольца на Олимпиаде ООО, это появилось до или после каких-то событий или анекдоты про сосиски страны, страны, социалистические страны, да. И я думаю, что здесь то же самое, реальность и юмор, они друг с другом переплетаются и становятся единым целым таким портретом абсурда нашей эпохи. Да, но при этом в брежневскую эпоху, например, не было интернета. Там, в принципе, имитировать другую реальность на улице через телевизор, через газеты довольно-таки было несложно, относительно, конечно. Но сейчас есть факт-чекинг, есть возможность что-то погуглить. Почему, тем не менее, это получается так запутаться и зрителю, слушателю, и чиновникам, вплоть до Владимира Путина, между прочим? Слушайте, надо понимать, что чиновники тоже люди, и когда кто-то готовится к эфиру, или когда кто-то в спешке, в машине, просто буквально читает последние новости, иногда действительно трудно разобраться. Я их вполне себе понимаю, я участвовала в эфирах на федеральных каналах, иногда готовишься, просто непосредственно в электричке едешь и читаешь, что же там произошло. Депутаты тоже люди, времени у них мало, и на факт-чекинг времени не остается. А с учетом их специфического мышления они вполне могут поверить в определенные вещи, например, в эту самую черепаху. Спасибо, Наталья. Хочу задать вопрос Сергею Ковальченко. Сергей, а вы как думаете, почему Россия повторяет сатирические выдумки? Ну, это не сатирические выдумки, это реальность, в которой мы сейчас живем, потому что, ну, как бы как панорама работает, они ведь тоже смотрят на контекст и придумывают свои новости в том контексте, в котором происходит общий. Эти тренды все они улавливают, просто в каких-то вещах они, в общем, гипертрофируют что-то для создания такого эффекта гротеска. Поэтому, конечно, какие-то вещи, которые они, в общем, воспроизводят, они сбываются. И не нужно этому удивляться, я думаю, что будет еще много такого. Страна даст поводы для, я думаю, введения запрета на добрачный секс и на всякие другие радости. То есть мы будем наблюдать еще много всего интересного и веселого. Поэтому, как бы, это мы со своей стороны смотрим, что вот глупости какие-то. А в Кремле там традиционные ценности сейчас господствуют. Вдруг все забыли о тех, так сказать, вещах, которые в порядке вещей в Москве происходят, да, среди элиты. Но элите можно, как бы, а остальным нельзя, поэтому они вот таким образом и воспроизводят все это. Люди же в этом плане, они достаточно, как бы, сейчас время нечитающее. Это Советский Союз чем отличался, да, вот сейчас Брежневские времена вспоминали, да. Это было время читающее. И я помню, вот, середина 80-х, когда, в общем, никто уже не верил в этот Советский Союз. В коммунизм, да, все смеялись над этим, все соблюдали какие-то ритуалы, как бы, да, но никто в это не верил. А вот сейчас разговариваешь с людьми в России, многими, и, к сожалению, понимаешь, что они начали во всю эту дичь верить. Ну, как бы, и нужно еще помнить одну вещь, что дна не будет, вот. И ситуация доведения всего, что происходит в стране до абсурда, она дойдет до полного абсурда, а потом еще перешагнет его. Поэтому, ну, чего удивляться. Казалось, что это одно, но снизу постучали, была такая шутка в свое время. И в свое время словосочетание фейк-ньюс, Сергей, позвольте все-таки мне задать мой вопрос. Словосочетание фейк-ньюс в свое время стало словом года, и, между прочим, это было 7 лет назад. Здесь мне, конечно, хотелось бы понять, почему это до сих пор работает. А как же цифровая гигиена? А как же факт-чекинг? Вы говорите о том, что люди раньше читали, я полагаю, они сейчас читают не меньше, по объему, по крайней мере. Пока вы читаете ленту Фейсбука, ленту Твиттера, вы прочитываете чуть ли не книгу иногда в течение дня. Такое количество обилия информации. Но, тем не менее, почему не выработался за эти 7 лет хотя бы этот навык факт-чекинга? Понимаете, тут надо поправиться. Раньше читали Чехова, Толстого, Достоевского, Остафьева, Солженицына. Ну и можно продолжать, продолжать. Сейчас вот дай бог, кто Тублинского читает, если. Поэтому давайте не путать ленту Фейсбука, которую вы прочитываете, и которую пишет много довольно странных людей со странными взглядами. Как бы, да, и с ошибками. И то, что читали все-таки в позднее советское время, это была совершенно разная литература. Два разных космоса, я бы сказал. Мы, наверное, откопали еще один древний такой фрагмент. Давайте его посмотрим. Давайте. На днях Европейский парламент принял требование к одному из наших аниматоров, производителю фильма, мультфильма. Для маленьких это «Маша и Медведь». Что требуют, чтобы туда ввели представителей неординарных, так сказать, прости, сексуальной ориентации, там, геев, лесбиянок, трансгендеров и тому подобное? Медведя? Да. В «Машу» и «Медведю». Нет, я не в этом. Чтобы они в фильме вели с первого июня? Машу или Медведю? Ну, кого не знаю. Они дополнительно к Маше и к Медведю, еще других персонажей. Да, да. Вы подумайте. Коллеги, можно я сейчас договорю? Вы хотите сказать, что это та Европа, с которой мы должны вступать? Нет. На самом деле она и... Наталья, вопрос к вам, как к политологу. Вот я, например, когда смотрю эти видео, мне не хочется верить, что кто-то действительно серьезно их воспринимает. Ведь если посмотреть даже на те ресурсы, где мы уже выдернули перезалитый этот фрагмент, очень много комментариев о том, что вот, ну, какая смехатура вообще, это полный цирк какой-то. Вот когда федеральные каналы показывают подобные фейки и другие какие-то фейки, они же теряют репутацию, но почему мы видим все равно какой-то большой уровень доверия к ним, если вообще он к ним есть? Слушайте, ну какая репутация у федеральных телеканалов? Там есть два соображения. Соображение первое – это, собственно, выполнение генеральной линии партии, то есть изображение Запада в самых черных красках, и там вот, в частности, вот эта, как ни странно, радужная ЛГБТ как раз и есть черная краска для них, и они никакими фейками здесь не брезгуют. А второе – это рейтинги. Чем дурнее новость, тем больше рейтинги. Соответственно, если люди услышали, что-то там обрушился сарай в Тамбовской области, никто не придет, соответственно, не оторвется от готовки ужина или от каких-то своих дел, не подойдет к телевизору. А если вот такое там будет, естественно, люди придут, а потом им покажут рекламу, это рейтинг, это очень классно, поэтому телевидение так и поступает. А зачем им фильтровать информацию? Это вполне себе хорошая вещь. Потом где-нибудь напишут, что, знаете, ошиблись, извините, или где-то между делом скажут. А программа уже прошла, рейтинг есть, и образ ужасного Запада, который творит чудовищные вещи, закрепился еще раз в массовом сознании. Все довольны. Наталья, ну и в контексте фейков, да, в таком загнивающем Западе, врагах и всем прочем, напомним нашим зрителям, в 21-м году Владимир Путин пообещал выбить зубы желающим откусить Сибирь от России. Это очень давний фейк российской пропаганды о том, что якобы американские чиновники считают, что национальное достояние Сибири, оно несправедливо принадлежит только одной стране, и его нужно поделить. Я повторюсь, это фейк, этого ни один американский чиновник никогда не говорил. И при этом можно ли сказать, что периодически это очень даже на руку берешь? Фейк-ньюс, выставляешь ее за реальность и на этом основании угрожаешь выбить зубы. Как же это удобно? Или все-таки это история о том, что временами стирается грань между реальностью и выдумкой даже у чиновников самого высокого ранга? Вы знаете, как говорил известно Владимирич Ленин в 1913 году в своем известном письме, к сожалению, люди иногда верят в фальшивые цитаты в интернете. Вот это примерно то же самое. Знаете, вот есть еще один вид вот этих цитат, разошедшихся, в частности о том, что, допустим, Ирина Хакамада когда-то говорила, пусть вымрет сколько-то миллионов, они не вписались в рынок. Или Маргарет Тэтчер говорила, что нам нужно загнать Россию, оторвать от нее куски. Или что-то там говорил Бисмарк, но поскольку Бисмарк уже умер, он оправдаться не может. Хакамад пытается как-то еще оправдываться. Вот такие вещи, к сожалению, да, работают. И фальшивые цитаты, и фальшивые книги, и фальшивые ссылки. И пропаганда даже делает фальшивые, якобы, зарубежные сайты, якобы популярные зарубежные СМИ, на которые они ссылаются и говорят, вот смотрите, вот они написали. Это, к сожалению, довольно распространенная вещь. Это уже не из серии юмора, а это из серии информационной войны, которую всеми, как умеет, методами ведет, к сожалению, наша страна. А до начала эфира об этом же мы поговорили с журналистом и следователем пропаганды Ильей Шипелиным. Это вообще, я бы сказал, широкая проблема. Она не только к пропаганде относится, но просто она свойственна людям, человечеству вообще. Часто мы, буду говорить за это человечество, пытаемся устроить все в нашу картину мира. То есть не изменить нашу картину мира, исходя из того, как факты какие-то или как данность меняется. Если нам что-то не нравится, то чаще всего, особенно когда есть беда с критическим мышлением, очень хочется, чтобы новость из панорамы была действительностью. Ну вот, например, депутат Никонов и ведущий Первого канала, он заявил как-то у себя в Телеграме, тоже постил новость из панорамы о том, что чат GPT, сам чат GPT, разработанной американцами, он признал СССР лучшим государством в истории человечества. И вот, соответственно, тоже распространил эту новость, ее кто-то зачитывал на федеральных каналах, возможно, сам он произносил это все дело. И в лучшем случае дальше эта новость просто стирается. Почему? Ну, потому что она неприятно, когда тебя начинают гнобить за то, что ты использовал фейк. Но извиняться тоже не хочется, потому что у тебя же картина мира не изменилась. В твоем представлении СССР или Путинская Россия, это все равно лучшее государство в истории человечества. Поэтому вот за что тебе извиняться? За то, что чат GPT пока такое не сказал? Вот они считают, что надо просто дождаться той новости, которая будет фактом, которая будет соответствовать этой картине мира. А то, что они сейчас рассказали какой-то фейк, ну, это не проблема. То есть, хорошо, мы его удалим или забудем просто об этой ситуации, но не будем ни в коем случае признавать, что это шутка, что это ошибка, что мы сказали фигню какую-то. Нет, они говорить этого не будут, но вообще этому любому человеку надо учиться признавать свои ошибки. Пропаганда вообще не умеет их делать, потому что она непогрешима, и тем более большая часть пропагандистов, они работают в таком эксклюзивном поле, когда, ну, допустим, смотрит человек первый канал, и там вот депутат Никонов, весь выпуск читает новости из панорамы и притворяется, что это правда все. Дальше зрители депутата Никонова, они смотрят только телевидение. Если ни на каком из других телеканалов этого Никонова не разоблачили, не пригвоздили его за то, что он засчитывал фейки или там сатирические новости, изображая, что это действительность, что это факты, значит, зритель об этом не узнает. Следовательно, ну, на кой черт тогда извиняться? Да, то есть ты должен выглядеть в глазах этого зрителя всегда правым. И, соответственно, ты про своих коллег, которые на канале РЕН-ТВ будут рассказывать про плоскую землю, или про то, что американцы не летали на Луну, или про то, что, там, не знаю, протоколы сионских мудрецов, это чистейшая правда, ты тоже их не будешь разоблачать, потому что вы работаете в одной корпорации, да, и эта корпорация непогрешима, да, то есть вас никто не разоблачит перед вашими телезрителями, и, ну, у тебя репутация никак не изменится от того, что ты произнес неправду, просто потому что твои зрители об этом не узнают, что это было неправда. Поэтому ты просто перестанешь это повторять, и все. Вопрос тоже по поводу пропаганды и того, как ее готовят к журналисту Сергею Ковальченко. Вот, Сергей, вы, наверное, как и мы все здесь уже насмотрелись, большое количество фейков, которым нам просто всей программы не хватит, чтобы процитировать и показать, что из этого было фейком. А на что вообще люди, которые вот работают в этой системе пропаганды, рассчитывают? Ни на что не рассчитывают. Простые исполнители просто прикалываются. Это такой, в общем, производители гротесков. Они понимают, что начальство как бы слетело из катушек, что маргинальная повестка, которая была там в 90-е, в нулевые, маргинальной, да, вот мы понимаем, что там те политики, которые провозглашали там всякую дичь вот эту и про Европу, и про Запад, который хочет оттяпать чего-то, они были в таком загончике, как бы все на них смотрели и говорили, да, ну вот наши городские сумасшедшие, как бы. А сейчас эта маргинальная повестка просто рулит, и все, и люди, которые делают этот продукт, они ее обслуживают, и, в общем, делают это иногда с огоньком. Потому что любой человек понимает, что это как бы дичь, а начальству нравится. То есть начальство не считывает этого юмора иногда производителей, но и иронии, которая даже бывает иногда у того же Соловьева проскакивает. Потому что мы же не думаем, что Соловьев, он как бы верит в то, что говорит. Он работает исключительно за деньги, он старый, так сказать, боец этого информационного фронта. Ну, что касается той же Скобеевой, которую сейчас показывают, да, она такая, ну, вот как ее называют, железная кукла Владимира Путина. То есть в ней что-то такое есть, но я думаю, что за пределами кадра и та же Скобеева тоже не очень сильно верит в то, что она делает, как бы, либо начинает верить, может быть. Но просто все эти люди, они, понимаете, это продукт такой безидейный. Это продукт идеи, когда вот мы должны обслуживать начальство, что бы оно ни делало. И пока не было там войны, пока не было каких-то таких вот событий, когда как бы Кремль расширял свои горизонты, все говорили, ну, да нет, они же не больные, они не сумасшедшие, как бы, да, потом раз тебе там одна война, а потом раз тебе вторая война, а потом хоп, и вот это вот, как это называется, полномасштабное вторжение, вот, а потом раз там и ухо отрезанное показывают. То есть нет предела вот этому вот, вот этой истории, и они же тоже там все это понимают, поэтому и зажигают. Ну, то есть, не знаю, могу ли я разогнать такую конспирологию о том, что, возможно, эти пропагандисты как бы работают против своих хозяев, потому что они сами понимают, что это вот полный бред, который они показывают, и они настолько так гротескно все выкручивают, но, наверное, все-таки это, мои выдумки, это не так работает, но я вам хочу вот такой вопрос. Нет, это не так работает, это не так работает, это просто... люди там сидят неглупые и с довольно хорошим чувством юмора и иронии, как бы, да, поэтому, конечно, они понимают, где есть грань между тем, что за что они получат по голове, как бы, да, и где есть возможность там постебаться, и... потому что, ну, действительно, они разгоняют вот эту вот какую-то абсолютно дикую историю, ну, вот в советское время такого не было, там все-таки как-то это все более-менее прилично показывалось, а сейчас... сейчас это такой, конечно, продукт такого странного жанра, потому что, как бы, я... иногда, когда вот нужно посмотреть программы Дмитрия Константиновича Киселева, ну, первые подводки, пара сюжетов 10 минут, и хочется схватиться за бутылку водки, ну, он молодец, то есть он, я думаю, что не только у меня вызывает такие желания, вот, поэтому, ну, они... они отработают, отрабатывают, они ездят людям по мозгам, да, вот, они, понимаете, это все от безидейности. У советской власти была хотя бы какая-то идея, да, там, строительство коммунизма, справедливого общества или еще чего-то там, ну, не обсуждаемо, как бы, как и почему, вот, и что это утопия, да, у этих даже утопии нет, как бы, все, что они смогли придумать, это некие традиционные ценности, которых в стране, где порно-трафик в интернете занимает больше 90%, вот, количество разводов зашкаливает под 80%, значит, продажи секс-игрушек бьют все рекорды, как бы, ну, вот какие там традиционные ценности, это эти люди тоже все это пей, но с заведенной серьезностью они производят, произносят эту фразу традиционные ценности, традиционные ценности, вот, и это невозможно по-другому, оно так, оно так по-другому не работает, оно работает только так, как есть, понимаете? Вот у меня тогда такой вопрос появляется, вот, скажем, я перефразирую немного Хоакена Феникса, жизнь в России – это комедия или трагедия? Трагекомедия, безусловно, потому что если бы это была просто комедия, она была бы без жертв, но мы же видим то количество гробов, которые производит этот фарс, потому что здесь ведь в какой-то момент люди думали, что все это не всерьез, как бы, да, там, что власть изображает, вот эти вот пропагандисты, они все это обслуживают, а мы-то все понимаем, как бы, да, и они-то все понимают, даже многие иногда дружили с ними, ну, то есть это же один был такой журналистский цех, да, там, всех всех знали, вот, а потом, а потом, когда выяснилось, что они производят трупы по-настоящему, то это уже, как бы, никому не смешно, вот, только им, потому что, наверное, они пытаются себя убедить в том, что это правильно, вот. Поэтому, ну, конечно, это не комедия. Комедия – это когда все довольно травоядно, как бы, и когда никто не погибает, а это не так. Спасибо, Сергей, но даже за такой немного пессимистичный уклон, но чтобы как-то не уходить на такой трагичной ноте, мы подготовили для вас и для Натальи Шевшуковой небольшую викторину. Наталья, давайте попробуем с вами поиграть, вот мы вам говорим новость, а вы отвечаете, это правда или ложь. Начнем с такого легонького. В Санкт-Петербурге открылся молодежный клуб «Вогнеренок». Я думаю, что да, правда. Нет, это фейк. Нет, 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 это правда. Правда? Правда, это не фейк. Это я сам вписывал в скрипт эту новость. Это не фейк, это реальная новость. В Санкт-Петербурге он открылся. Так, ладно, я уже проиграл. Артем, попробуйте еще раз. КПРФ отказалась наказывать своего депутата, который слушал послание Путина с лапшой на ушах. Ну, скорее всего, фейк, я думаю, потому что лапшу очень трудно повесить на уши депутата в буквальном смысле. К тому же, если лапша была иностранного производства, то депутаты вообще могли бы исключить из партии. Это тоже настоящая новость. Был депутат, который... Он не присутствовал лично на заседании, на послании Путина, а он в своем кабинете включил себе на мониторе и намотал себе лапшу, реальную лапшу, там, какого-то быстрого приготовления, и его сфотографировал его коллега. Так они посмеялись. Попроще. Роскомнадзор заблокировал порнхаб, перепутав с официальным сайтом группы порнофильмы. Вот здесь уже сложно определить, но, наверное, правда. Это фейк. Я лично его придумал за пять минут до эфира. Давайте с Сергеем попробуем тоже поиграть. Артем. Рамзан Кадырова наградили медалью «Заслуженный правозащитник». Это правда абсолютно. Он же у нас заслуженный правозащитник. Медаль должна быть такая. Но это не честно. Вы просто журналист, поэтому вы видели. Попробуем еще раз. Валерий Соловей победил в новом сезоне «Битвы экстрасенсов». Слушайте, я думаю, что Валерий Дмитриевич хороший потенциал. И он, в общем, для этой программы как раз, мне кажется, был бы хорошим модератором. Поэтому он не может в ней победить, потому что он недостижимая высота в данном жанре. У меня для вас теперь сложная новость. Я сам не отгадал, честно скажу, с первого раза. На московских рынках и в торговых центрах откроют мобильные военкоматы для граждан Армении. Слушайте, ну, это вы придумали, скорее всего, потому что бессмысленно их открывать. Там уже в Армении все завершилось, а в российскую армию граждан Армении не берут. Но, в принципе, прикольно. В свете того, что мобильные были вербовочные пункты на специальную военную операцию, кто-то, может, и поверил бы. Вот, собственно, я поэтому и поверил. Но новость не я придумал, это я взял из информационного агентства «Панорама». Давайте к Наталье вернемся. Наталья, Юрий Куклачев признался в том, что иногда выполняет функции двойника Геннадия Зюганова. Ой, слушайте, я видела эту новость, она совершенно прекрасна. Мне кажется, что кошки гораздо симпатичнее депутатов от КПРФ. Я за кошечек. А тогда такая новость тоже про Куклачева. Куклачев призвал бомбить Европу за теракт в Крокусе. Вот здесь, к сожалению, не могу поверить, потому что разные наши общественные деятели иногда не отличаются как это, фильтрацией базара, как бы сказал наш президент. Вот, к сожалению, не поверю, что он это сказал. И это правда, эту новость я вчера увидел в «Комсомольской правде». Сергей, к вам последняя наша попытка вас обмануть или наоборот не обмануть. Полиция Барнаула задержала мошенников из Казахстана, выдававших себя за корейскую поп-группу. Вполне возможно, почему нет. Это новость панорамы. Нам удалось. Видите, как... Да, да, да. Ну, хорошие новости. Я рад, что я ошибся. Большое спасибо Наталье Шовшукову и Сергею Ковальченко сегодня нам помогали вот в этой такой сеансе цифровой гигиены. Мы на этом с вами прощаемся. Я Иван Воронин и мой коллега Артем Радыгин. До свидания и будьте свободны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин